На кону почти 2,5 миллиона рублей. Столько в этом году составил призовой фонд конных соревнований Большой Сибирский круг. На ипподроме Алтай в этот уикенд провели с десяток заездов. Три лошади! Три лошади в борьбе на финишной прямой! Куриус-Деви или добрый? Капритный кол отстает! Добрый ли Куриус-Деви? Куриус-Деви захватывает революбай победу! Куриус-Деви! Куриус-Деви – импортный рысак из Америки. Сегодня эта лошадь представляла Алтайский край. Всю дистанцию жеребец шел третьим и буквально вырвал победу. На этой дистанции мог выиграть кто угодно. И Капритный кол тот же самый. Видели, как он ехал? Правда, по-настоящему они понимают, как ехать, как бороться. Нестандартная дистанция всегда. И для лошади, и для наездника это всегда другой подход. Лошадь для нее 200-300 метров – это очень большая разница. Риск, скорость и неопределенность делают конный спорт зрелищным. Те, кто хочет насладиться им вживую, едут издалека. Из Новокузнецка. Приезжаю сюда уже четвертый год подряд, и мне это очень нравится. Сегодня я только сожалею о том, что не принимают участие лошади Менгибекова. Мы любим лошадей, у нас своих имеем лошадей, поэтому мы ездим, смотрим на выступления всегда. Нам это очень нравится. И поставил я на селику. Владельцы мыслят еще шире. Для них помимо победы важна и история, которую они продолжают писать сегодня. Граф Орлов начал испытывать еще 200 лет назад и начали организовать конные бега. То есть мы их авторы, в принципе, вообще этого замечательного зрелищного события. А во вторую очередь, чем они замечательные, это селекционная ценность. Мы выявляем лучших лошадей для того, чтобы производить селекцию и получать еще лучше, лучше и лучше. Главным призом стал кубок губернатора Алтайского края. Забрал его наездник из Омска Александр Захаров. Мужчина признается, что среди конкурентов из Красноярска, Новосибирска и Хакасии алтайские наездники – одни из самых сильных. По их вине, во время заезда Амичу пришлось менять тактику. Лошадь была к этому готова. Жанролист – очень уникальная лошадь. Она в езде флегматичная, легкая. И он, знаете, я бы сказал, что думающая лошадь, что он берегет силы на бросок. И когда он сам едет, он не растрачивается, не распыляется. Он едет так в борьбе. Ну, лошадь, конечно, уникальная. Дальше соревнования пройдут в Омске и Новосибирске. Последние станут заключительными в этом сезоне. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком.